Всем привет! Сегодня снова городская прогулка. Будем смотреть на людей, как они одеваются, где гуляют. А именно, мы посмотрим сегодня одну из улиц в известном районе Хараджуку. Улица так и называется Хараджуку-стрит, но название улиц носит условный характер. И не у всех есть названия, а если называют, то самые известные туристические, ну или туристические для местных туристов места. А так, в официальной почтово-адресной системе Японии названия улиц не существует вообще. Я уже об этом как-то рассказывала, но повторюсь. И, кстати, сначала, когда я просто приезжала погостить в Токио, для меня это была большой проблемой. Я всегда хотела увидеть где-то на доме название улицы, чтобы понять, где я нахожусь. Сейчас я уже, конечно, привыкла, но и Токио, центральный Токио, где мы живем, я знаю уже получше, могу ориентироваться. Но если первый раз приезжаешь и что-то ищешь и хочешь увидеть название на улице, это проблема. Любой населенный пункт Японии разделен на районы, и там есть свои названия. Дальше весь район тоже делится на маленькие райончики, и у них уже есть свои номера. Дальше указывается номер квартала и номер дома. Поэтому очень часто на доме вы увидите лишь три цифры, или же название района, но будет написано иероглифами и три цифры. Возможно, компенсируя большое количество цифр в адресе, многим зданиям, здесь я говорю с совершенной уверенностью только про Токио, здесь принято давать красивые названия. Имею в виду не частным домам, а более-менее большим зданиям, бизнес-центрам, многоквартирным домам. Во многих стандартных формах для указания адреса, адреса доставки, или ты что-то покупаешь в интернет-магазине, есть специальная строка названия здания. Мне самой почему-то эта строка, название здания, кажется неважной, я никогда ее не заполняю, но всегда получаю вопрос, почему не заполнили, как называется здание. Для них это, для тех, кто доставляет, это действительно важно. В общем, приходится иногда запоминать или даже записывать эти сложные, красиво звучащие названия, а они могут звучать, как Royal Windsor House или Grand Suite Azabu Mansion. Выдумала сейчас из головы, но что-то типа этого. Итак, гуляем мы в Токио, район Хараджуку. Это был понедельник, выходной день, день весеннего равноденствия, поэтому так много гуляющих людей кругом. На этой улице очень много стритстайлерских винтажных магазинов. Не могу назвать их просто секонд-хендами. Это действительно такие селект-шопы, где владельцы тщательно подбирают каждую вещь, чтобы она была интересной и с изюминкой. В основном одежда, представленная здесь, кажуальная в спортивном повседневном стиле. В основном здесь ассортимент для мужчин-мотников, поэтому за вещами, за покупками приходят сюда именно мужчины. Женщины проходят мимо, для них есть другая улица, другие магазины, куда они с удовольствием зайдут. Приближающийся чемодан навел на мысль. В прошлом видео я рассказывала про то, что сейчас в тренде большие тоут-сумки. Гораздо ведь удобнее взять с собой небольшой чемодан на колесиках. Хорошая идея, кстати. Почему модные бренды за нее еще не взялись? Выходной день, значит в центре Токио будут очереди в какие-то разрекламированные рестораны. Говорят, что во многих странах уже люди не носят маски, отменили масочный режим, но не в Японии. Здесь повсюду висят объявления с просьбой не снимать маски и соблюдать социальную дистанцию. Даже в парках, на лавочках или в зонах отдыха на улице есть такие объявления. Японка в кимоно и мальчик в школьной форме – это именно школьная форма, причем школьная форма начальной школы, несмотря на то, что ученик достаточно рослый. Думаю, что он выпускник начальной школы, которая в Японии до шестого класса. Учебный год в Японии начинается с апреля, поэтому конец марта – это время выпускных, школьных выпускных. А еще важное событие жизни в Японии принято фотографироваться, имея в виду пойти в фотостудию и сделать такую парадную фотографию. Поэтому бывает, что выпускной проходит в субботу, но еще раз наряжаются на следующий день всей семьей и идут в фотостудию. Мысль это к тому, что в кадре официальный выходной день все государственные учреждения не работают, ни государственные школы, ни больницы – все закрыто, выходной. Поэтому мое предположение, куда же они направлялись в этот день, возможно, в фотостудию. Понедельник в Токио был очень солнечным и достаточно теплым днем, а вот во вторник очень похолодало и даже шел снег. И сегодня, озвучиваю я в среду, тоже очень холодно. Все, не успев раздеться, снова утеплились. Сегодня снега, конечно, не было, но холодный дождь опять идет. По моим наблюдениям, март достаточно холодный в этом году, и если в прошлом году, я помню, на цветение сакуры было совсем тепло, по летнему тепло. Я помню, я делала видео, и все были буквально в майках и шортах. В этом году сакура уже распускается. Нельзя сказать, что это пик цветения, он еще впереди, но все деревья уже, то там, то здесь, цветочки. И на процентов 30 сакура зацвели. А на улице так холодно и дождливо, что совсем не до пикников под деревьями. Но все равно весна обязательно придет, обязательно потеплеет, лишь бы к этому моменту вся сакура не облетела. Как никогда в этом году я настроена на ханаби, на пикник со спиртными напитками, с абента, с едой, чтобы пойти всей семьей и посидеть под деревьями. Настроилась, а погоды нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, пройдясь по этой небольшой улице, мы выйдем на проспект. Широкий, большой и шумный. На его другой стороне будет начало известной, еще одной известной улицы, Таке-Читадоре. Она ведет к станции метро, к большому комплексу новому, с ресторанами и магазинами, поэтому там всегда много людей, особенно по выходным. Как обычно, у меня бывает с шумными, городскими, многолюдными прогулками. Я разделяю их на два видео. Это видео будет снова с продолжением, так как в тот раз я погуляла еще немного и зашла на свою любимую улицу Омоте-Сандо. Продолжение обзора модных журналов тоже будет. Видео я уже подготовила. Также я до сих пор помню свои обещания про бижутерию, про фуросики и обзора магазинов тканей, куда я тоже обещала войти, мне кажется, еще в прошлом году. В ближайших видео будет бижутерия, будет фуросики, будет обзор модных журналов и будет продолжение этой прогулки. Как только выхожу снимать на какую-нибудь большую широкую улицу, всегда слышится ветер в микрофон телефона. Стоит отметить, что слышится он неспроста. Когда вы его слышите, значит действительно сильный ветер и сейчас он холодный, поэтому погода такая переменчивая. На сегодня у меня все. Всем спасибо за то, что были со мной эти 10 минут. Слушали, смотрели. Благодарю всех и каждого. Спасибо за комментарии, за просмотры. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok